Светочка, привет! Ну, пролетели, я бы сказала, три недели после нашего волшебного ретрита. И хочется оставить такой уже анализ небольшой пути. Не на эмоциональном таком фоне, когда мы были все там, а уже такое послевкусие рассказать. Конечно же, ретрит оставляет такой очень глубокий отпечаток. Как всегда, с послевкусием, с раскрытием дальше, с трансформациями дальше. Так уж совпало, да, у меня второй ретрит. И так совпало, что каждый мой ретрит до перепрошивки меня идут. Как бы дораскрывается все то, что во мне запускается. То есть ретрит как будто бы такая изюминка на торте, которая меня дособирает. То есть как будто бы раз, и моя перепрошивка завершается. То есть завершаются какие-то мои внутренние циклы, и они совпадают с ретритом. И я скажу так, конечно, мощнее, чем поле единомышленников, нет ничего. Это та поддержка, это то пространство и поле, в котором хочется жить, хочется любить, хочется создавать. И я безмерно тебе, Свет, благодарна, безмерно тебя люблю. Благодарна за то, что ты собираешь, собираешь вот это поле людей. За то, что ретрит помогает раскрыться. Самое главное — увидеть себя изнутри, почувствовать свои возможности, почувствовать себя в конце концов. Как говорится, мы выбираем себя и идем за собой. Что самое важное, на ретрите мы честно смотрим в лицо тем моментам, которым, наверное, раньше бы, может, и не сознались. И то, что происходит, и те изменения, и трансформации, которые происходят у всех на ретрите, это прям большое волшебство. Поэтому буду стараться ездить на каждый, потому что классно собираться всей нашей такой уже большой семьей, компанией и вдохновлять друг друга на путь к себе, к познанию себя, к познанию своих возможностей, которые у нас безграничны. Благодарю тебя, Светуля. Обнимаю. Шлю любви. Шлю любви.